За проектом «Бой в большом городе» на телеканале «Матч» наблюдала вся Россия. По итогам кастинга в восьми городах страны звездным жюри было выбрано 32 боксера, которые и сражались за главный приз – контракт с промоутерской компанией и квартиру. Кастинг удалось пройти и вантеевцу Даниилу Ерохину. Я сегодня не один, я сегодня с супругой приехал. Он самый лучший, самый-самый-самый прекрасный, он у меня победитель. Я верю в него просто, вот и все. Даниил, в анкете совсем немного указано о твоих достижениях. Тренируюсь в вантеевке, у династии Рыжиковых уже не одно поколение. По любителям выступал, занимал призовые места на России, был в сборной. Команды страны дебютировал на профессиональном ринге сейчас. Хотелось бы выиграть, и я к этому стремлюсь. В общем, хочешь закрепиться профессионалом? Не хочу, я должен. Нет другого выбора. Я приехал сюда побеждать, я приехал сюда зарабатывать деньги. Я сделаю все, чтобы добиться своих целей. Вот и все. Три недели на тренировочной базе сборной страны, на озере Круглом в Подмосковье. Тренировки под руководством знаменитых спортсменов. И все это под прицелом телекамер. Мечта любого начинающего профессионального боксера. Основной момент – это именно психологический момент перебороть себя. То есть это немаловажный фактор, когда тебя все-таки снимают. Поднимай руки, руки поднимай. Поднимай руки вверх. Сейчас снимем такое кино. Вверх руки. Все началось, я думаю, с футбола. Я начал заниматься в соседнем здании, здесь, на этом же стадионе. Отзанимался, наверное, на протяжении года. И что-то случайно прям вот увидел, как вот ребята то ли бежали в лес. То есть это такая, опять же таки, мне показалось, с самого начала какой-то, знаете, коллектив, костяк, который очень дружно держится. Вне зависимости от, опять же таки, национальности, вероисповедания, возраста. То есть здесь вот, знаете, как вот, ну не знаю, как дома. Я вот, не знаю, это прям очень на самом деле важно. Потом выиграл турнир имени Хромова, который проводится в Авантеевке и на который уже много лет приезжают лучшие боксеры страны. Попал на первенство России и там его заметили тренеры. В 14 лет Даниил уже выступал за сборную страны. Однако признается, что на проекте не получилось выложиться на полную. Видимо, из-за того, что сборы были не спортивные, а больше телевизионные, из-за этого не было четкого регламента тренировок. То есть не было в 6 утра подъема, в 6.10 там зарядка, в 7.40 завтрак, в 12.20, например, вторая тренировка, в 6.30 третья тренировка. Ты четко знаешь, к чему тебе готовится. Так, сегодня, например, пару, то есть я так на это поспать, надо поесть столько-то, столько-то, там есть и физические нагрузки, надо наоборот не есть больше пить. То есть, ну, идет в любом случае какая-то подготовка перед тренировкой. А здесь нет, то есть здесь должна быть тренировка 14, например, 0.00, они перенесут ее на 13.00, а обед 12.00 был. То есть вот мы вот с таким вот животом идем, качаемся, то есть нас там по телевизору еще показывают, как вот мы вас сейчас вот качнем. Потом буквально проходит день, то есть у нас всех забитые руки, плечи там, и нам говорят, вот вы что будете стоять в парах, и на вас будут смотреть. Ну, как вот можно стоять в парах, если ты каменный вообще, и как минимум просто там сдвиг в тренировках вообще был вплоть до часа, до полтора, потому что эти звезды, как их тоже, могли опоздать, могли переехать позже. В итоге на четвертой же серии из 32 спортсменов осталось только 12. Остальные, без объяснения причин, были отсеяны. Вместе пришли, вместе уйдем вообще, мы сила вообще. Нас никто не сломает вообще никогда, главное это дух вообще. Это дух, да, это важно. Тронешь одного вообще, тут такая война начнется. Все так как бы странно произошло, вроде как бы все ровно, и все шло по течению, и вроде как и спарринги прошли неплохо, и там даже где-то меня и хвалили, и по телевизору там как-то вроде сказали, что там равные какие-то бои. Но по каким-то причинам вот всю нашу команду русичей, которая вот туда вот пошла, и вот мы с ребятами вот тут познакомились и сколотили своеобразный костяк, вся команда вылетела. Хотя все отбоксировали очень неплохо. И я на самом деле не боюсь заявить, что там вот ребята, с кем я вот был в этой команде, они бы дали фору людям, которые там остались. Можно сказать, что он одаренный мальчик, да, то есть талантливый, но талантливость должна сочетаться с трудолюбием. И где-то, конечно, Даниилу чуть не хватает трудолюбия, но то есть он старается, одно упорство, то есть насколько хватит его, насколько у него желания хватит, это самый важный момент. После проекта Даниил пришел тренироваться в сборную русичей в Москве и продолжает заниматься у Рыжиковых в Ивансеевке и готовится к своему четвертому профессиональному бою. Это безумно страшно, честно. Это так страшно вообще, когда заходишь и коленки трясутся, и ты никому не объяснишь на самом деле, что там. И то есть опыт не помогает? Да, конечно, нет. Кто бы там что ни говорил, вот этот момент, когда тебе одевают перчатки, это по любителям еще ладно, это все, знаете, там с детьми, тренера присутствуют. А когда по профессионалу у них вот сегодня, например, взвешивание, а завтра бой, ты сутки с этой мыслью живешь. То есть ты бредишь, ты уже там и боксируешь. Потом, то есть если на любительских соревнованиях это все выглядит как-то, знаете, то есть куча детей, там тренеров, а профессионально, то есть туда приходят люди платят деньги, чтобы зайти туда просто. То есть все на бабочках, все на галстуках, все такие солидные. То есть вот этот момент напряжения, он прям тебя держит до последнего, пока ты не перешагнешь эту черту, вот эту рингу, только тогда отпускают. А так прям вообще жуть. Однако Даниил уверен, что испытать этот адреналин должен попробовать каждый и настоящий мужчина, и защитник, лишь тот, кто твердо стоит на своем, не отказывается от сказанного и принимает взвешенные решения даже в экстремальных жизненных ситуациях.